В эти трехэтажки на улице Пионерской в Узловой жители аварийных бараков должны были переехать еще в прошлом году. Но на дворе 2017-й, а на домах нет даже крови. На стройплощадку подрядчик зашел полтора года назад. С тех пор сменился учредитель компании-застройщика. А сроки сдачи домов переносились трижды. Всего эта фирма должна была возвести в райцентре семь таких трехэтажек. Алексей Дюмин предупреждает строителей, сорвать программу не позволит. Ставит крайний срок сдачи домов конец мая. Эта программа не только в Президентске, это программа Тульской области. У нас жители живут в бараках, уже у которых сносят крыши. Есть определенные задачи, которые перед вами были поставлены. Были определенные обязательства, были определенные сроки. Эти сроки нарушены уже неоднократно. У меня в течение сегодняшнего дня догоночные графики по строительству. А на этой стройплощадке на улице Горького работа кипит. Не прекращается даже в выходные. Подрядчик зашел на объект в ноябре прошлого года. Уже почти готовы коробки четырех восьмиэтажных домов. До сентября здесь появится восемь новостроек. Подрядчик ответственный, идет строго по графику. Компания участвовала в строительстве Тульского суворовского училища, докладывает Алексею Дюмину. К началу осени в новые квартиры въедут почти 400 семей из узловой, шахтерских поселков. Больше всего новоселья ждут жители аварийного барака поселка Партизан, в котором накануне обрушилась кровля. Без крыши над головой остались шесть семей. Трем районной власти предоставили временное жилье в местном общежитии. Остальные переехали к родственникам. В очередь давно стояли, но нас признали как ветхое жилье же. У нас же там бараки убрали все. И вот остались у нас три барака здесь. Признали ветхим жильем. Ну вот мы документы собрали. Теперь как по ветхому, но теперь признали аварийным. По аварийному вот этому жилью мы получим квартиры. Конечно рады. Ну что, двое детишек маленьких еще. И тут сад, вроде школы рядом. В сентябре этого года программа по переселению из аварийных домов в стране завершится. По ней только в регионе построят 321 тысячу квадратных метров жилья, в которые переедут в общей сложности 16,5 тысяч человек. Что будет после, об этом губернатор спрашивает узловчане. В районе остается еще много аварийных бараков, жители которых в программу не попали. Людей продолжат переселять, обещает Алексей Дюмин. В правительстве страны обсуждается новая программа. Ее должны оформить к июню. Если программа не будет продолжена по каким-то причинам или отстрочена, мы будем изыскивать свои внутренние резервы, источники, в том числе регионального бюджета, для того, чтобы, еще раз говорю, по самым очень таким остро нуждающимся, действительно в сильно критично аварийном состоянии жилом фонде решать точно эти проблемы. А пока Алексей Дюмин предупреждает подрядчиков, скорость строительства не должна сказываться на качестве возводимого жилья. Люди должны переехать в благоустроенные квартиры не просто вовремя, но и без претензий. Надежда Милехина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.